Это была провокация, совершенная советским правительством для искусственного создания постоянного очага конфликта в Азербайджане. Создать на нашей исторической земле Нагорно-Карабахскую автономную область, сделать одно из сел, Ханкинди, который являлся селом, ее центром и назвать именем палача Шаумяна было крайне негативным шагом в отношении азербайджанского народа. Это было оскорблением для нас. История все расставила по местам. Что касается статуса, то сегодня там проживает 25 тысяч человек. У нас достаточно широкая и разносторонняя информация о происходящих там процессах. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит. Конечно, знаем и сейчас, потому что они находятся чуть ниже нас. Реальное число жителей там 25 тысяч. Назывались и другие цифры, мол, после войны туда вернулись более 50 тысяч человек. Возможно, но вернуться не означает остаться там. Вернулся, затем уехал обратно. Во-вторых, у нас есть различные технические средства, спутник. Мы знаем количество машин там. Видим передвижение людей. Как говорится, есть другие объективные средства, беря которые за основу, мы в точности знаем, сколько человек там проживает. Максимум 25 тысяч. Мы проводим ежедневный мониторинг, сколько машин въехало в Лачинский коридор, сколько выехало. Вместе с тем, мы видим машины, приезжающие из-за рубежа, и говорили, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? К тому же, если кто-то считает, что мы этого не видим, то ошибается. Порой на эти машины крепят армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы все видим, и Ханкенди, и коридор. Так что этому надо положить конец. Количество ежедневно выезжающих оттуда машин значительно превышает количество въезжающих. В какую логику умещается создание статуса для 25 тысяч человек? Я спрашиваю. Азербайджанский народ вполне справедливо выражает недовольство, когда сегодня во Франции и Америке звучат неотражающие реальности заявления по данному вопросу, мол, конфликт должен быть урегулирован. Я говорил, скажите, как он должен быть урегулирован? Я говорю, я президент Азербайджана говорю, что я разрешил этот вопрос. Все. Нагорного Карабаха нет, статуса нет. Есть восточный Зангизур вместе с Карабахской экономической зоной, это отражено в моем распоряжении от 7 июля 2021 года. 7 июля 1923 года, век назад, была образована Нагорно-Карабахская автономная область. 7 июля 2021 года были созданы восточно-зангизурская и Карабахская экономические зоны. Так что этого нет, и если кто-то, повторяю, хочет предоставить статус, в Америке проживают около миллиона армян, во Франции – более 500 тысяч, в Марселе и вокруг него – более 100 тысяч армян. Почему там не предоставляется статус? Почему он должен быть предоставлен в Азербайджане? Какие правовые, политические, исторические основания для этого имеются? Никаких? Армяне стали жить там раньше, чем на нашей территории. На наши земли их начали переселять с 1828 года после 12-го, 28-го года. У них нет исторических оснований для проживания там. Сейчас мы просто проявляем гуманизм, говорим, что не возражаем, говорим, что они – наши граждане. Если главари этой хунты позволят, то, уверен, они с большим удовольствием будут жить, работать как граждане Азербайджана, будут приезжать, уезжать, в том числе для работы, будут приезжать и в Агдам, и в Физуле, даже будут просить нас. Поэтому вопрос о статусе должен заслуживать этой оценки. Если нет, то пусть в других местах создадут хоть пять нагорных Карабахов, я не возражаю. Я признаю их, но не в Азербайджане. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.